и снова друзья продолжаю я этот видеоролик про динозавров это у нас еще один представитель тех динозавров будем говорить трехэтажки саи только под саи бывает разная трехэтажка есть трехэтажка вот один из представителей конечно трехфазный бывают однофазные предыдущий был тоже трехфазный ну а это уже монстр такой для производства будем говорить хоть он и катается на роликах но это для стационара ну варят с ними ребята беспощадно работают они сварщику платят деньги и если сварщик закрутили закурить его лишат 1000 рублей как всегда это было поэтому отдыхать сварщик не должен аппарат тем более вот так вот они работают отключим мы стоянную станцию передавили провода но не сильно но передавили провода от циферблата он весь запачкан залит я даже его не включал сейчас мы должны посмотреть что здесь неисправно ну первая неисправность это вот болтается конденсатор с горевшими выводами 820 микрофарад 400 вольт такие есть наличие так поверну я чуть-чуть его поверну я смотрю откуда у меня доступ получше будет хотя бы до плеча нет вот так вот он выглядит что-то было такое ощущение что что-то было и еще отлетело может кондесатор выводы погоревшие что-то здесь переделывали но разъемы родные нет ощущение такое что разъемы для распилили кто-то видать сюда когда-то лес да разъемы распилили они были вот такие большие так как часть проводов разъемов выгорела просто шнельков уже выгорело они что сделали они отрезали разъем и оставили по три провода всего лишь а было проводов как таково шесть было проводов то есть для усиления но сейчас этого не осталось ладно работает на этом пока контакты еще не выгорели пока резисторы пока тоже не проверяю сказали что выбивают автоматы то есть козы козы это у нас короткое замыкание это у нас будут или так кондесаторы не взорваты и только один отлетел понятно что на 2 идет большая нагрузка они включены все последовательно на это плечо получается большая нагрузка когда это получилось что может водооперекоз просила напряжение может и такое быть что вышло из строя может они вообще и высохли уже все они болтаются вот и тут надо все это релизию снимать все это проводить потом релизию но это потом сейчас надо найти козы конечно по переменке мы козы не видим так что у нас получается у нас получается диодный мост диодный мост выходы вот он пошел плюс допустим по минусу проверяем диоды нам выявить надо козы по плюсу все хорошо по минусу проверяем другой тоже хорошо теперь по минусу проверяем другой переменку переменку если козы в диодном мосту нет то это означает что подгорели транзисторы нету козы козы у нас нет на пожарный случай я это дело попробую разродить а вдруг остался заряд можно попалить прибор но если козы было если верить что было козы то никакого заряда не останется конденсаторы заряжаются вижу все верно конденсаторы зарядились недолго конечно но зарядились одного то не хватает вопросов нет вопросов нет силовая плата за исключением конденсатора целая диодные мосты у нас целые от этого быть не может но провьем диодный мост выходной чтобы потом сюда не возвращаться нормально все по выходу все хорошо по выходу а вот по входу у нас будут косяки аппарат большой проверяем проверяем сами транзисторы сами транзисторы с одной стороны плечо целое диоды диоды мы проверяли но мало ли что тоже целое нижнего модуля транзисторы проверяем походу в описании походу в 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 на обоих модулях тут просто вот один модуль это один аппарат тут поставили второй модуль второй аппарат то есть для усилия мощности конечно на каждом дросселе стоит на металлическом на железном трассе магнитопроводе если вы заметили то в прошлом аппарате так а проверял какие я ребята проверял я какое плечо я проверял по-моему я проверял это плечо чтобы я не попутался и не проверял два раза одно и то же по-моему это я плечо проверял вот так еще пробегусь уже раз перевернул а то и видео снимать это хорошо значит я ошибся да вот эту сторону я не проверял это мы делаем сейчас дофехтовку были случаи что все хорошо все транзисторы целые пробитых нет они варят заходит в защиту загорается лампа но не выбивает перебираются все отпаиваются транзисторы все это перебирается компонуется позамеряется по параметрам отделяется ставится и увы вуаля все работает это если трансформаторы целые силовые как-то в том случае такое бывало аппараты эти тоже не совсем они легкие особенно плата управления очень мучает бывают мозги вон у меня лежит аппарат тиговский один как говорится я ему ума не дал просто нет времени у меня там вечера три я убил на него нашел где нашел много чего выговорить что заменил но еще не не запустил потому что аппарат как бы мой продавать я тоже его не спешу что-то делать с ним продавать поэтому пока он не нужен он лежит значит что ребята не выявил я битые транзисторы не выявил это очень плохо когда не выявляется ничего это очень плохо то есть неисправно скрытое нестандартное будем говорить нестандартное так что ничего не выявилось ничего не выявилось но ничего не выявилось но автоматы выбивает иначе бы его не принесли вот это вот ребята все черные это был взрыв что-то выгорело я ребята начинаю подозревать я начинаю подозревать что был взрыв и не только этого конденсатора был взрыв я вижу торчащие торчащие ножки выводы не могу понять в общем порядка в реале кто ковырял не знаю но его ковыряли ничего не нашли ребята вот как-то так предохранитель целый предохранитель идет у нас отдельный на блок питания и он претензий не вызывает сейчас на данный момент хотя замерить фишку снял замерить на КЗ по входу мы имеем право КЗ нету но это по входу в общем был взрыв что-то горело резисторы сейчас проверим резисторы целые вроде все целые вот вот разъем подгоревший да разъем сгорел очень хорошо это постоянное питание у нас идет это входное питание скорее всего идет однозначно видите да все черное оно все выгорело ребята оно выгорело и припеклось вот здесь разъем есть я не знаю вам видно нет здесь есть разъем это питание постоянного тока на эти платы управления тоже по три провода идет они спихлись выгорела дорожка платы получается от реле тут реле коммутирует вот этот постоянный ток потому что трехфаска не хочет он снять здесь выгорел разъем разъема здесь больше ребята нет разъема нет больше вот он один один разъем спекся ребята будем кусать нахрен аппарат по-любому делать надо будет аппараты делать не отказываются тем более упор на него больше дали в общем спекся разъем он весь выгорел но разъема еще в общем от этого бы не выбивало как бы так но быть может все что угодно постепенно постепенно надо восстанавливать аппарат все это выпаивать в общем с этой платой надо поработать ребята в общем вот эта плата она умерла то есть здесь все надо будет защищать все под пайкой делать по-другому просто никак никакие разъемы уже сюда не поставить восстанавливать эти дорожки которые выгорели а они уходят под реле ну будем думать будем думать что да как дорожки очень широкие вот вот это основная причина то есть еще КЗ не найдено еще КЗ не найдено а нужно будет восстанавливать и искать КЗ а вот КЗ КЗ можно поискать в принципе так вот здесь КЗ здесь тоже нету потому что я КЗ не нашел там на разъемах поэтому почему выбивал аппарат что произошло будем смотреть это придется поднимать плату и только тогда мы увидим что творится под этой платой так ребята что было сделано на данный момент включили камеру чтобы вам показать значит насколько оно будет видно не знаю заменили конденсатор проверили проверил оба плеча соответствует потом конечно мы после ремонта зальем термоклея это быстрее просто держит в принципе нормально тем более этот аппарат практически катается хотя можно оставить так раз он катается но все равно насколько я их не прижимал все пропаивал все равно они болтаются шины выгоревшую площадку восстановил шины хотя она дублирована основном она работала по нижней фольге вот разъем у нас выгорел соответственно соответственно этот разъем мы будем сейчас разрезать и подпаивать подготовленные штыри которые я зачистил пропала пролудил и уже можно все это пропаивать и это мы сейчас сделаем только подготовку дальнейшей диагностики хотя может быть на этом уже все и закончится но все таки выбивало выбивало не просто так будем искать может быть оно стрельнуло один раз выбило по разному может быть и сразу среагировали принесли но факт остается фатком что сейчас все восстановим и уже тогда запустим многие не ремонтируют трехфазные аппараты сварочные почему потому что нет 380 вольт у меня есть 380 в гараже но отремонтировал я трехфазных аппаратов не одну сотню еще ни разу я не проверял нет один проверял варил одним только было что-то проблемное мне пришлось им варить а так отремонтировал и отдал у меня здесь есть блок питания сделан специально для сварочника когда я показал на форуме засмеялись вот есть луч я не знаю 17 лет работаю и проблем нет проблем нет потому что он мне дает 380 вольт он мне дает 220 вольт он дает мне 80 вольт он дает мне 24 вольта да еще все развязано от первичной обмотки от сети почему потому что и оциллограф у меня развязан отдельный блок и там развязано пока не подвело за столько лет поэтому работает тот кто как хочет кому как удобнее мне удобнее так я себе сделал то что мне надо я хотел что-то переделать но смысл он работает и кормит меня поэтому хоть это стабилизатор будет трехфазный хоть это будет да латер чем-то лучше но латер латером это фиксировано нагрузка это и есть входная лампочка все через лампочку больше есть мощность меньше просадка меньше лампочка больше просадка относительно этих просадок изменяется напряжение и все реально видно вот как-то так ребята все это распиновал сейчас и все это заложу и все это реально пропаяю потому что сколько я сделал возвратов таких еще не было по крайней мере я не помню а это не один десяток лет как говорится прошел так что пока заканчиваем после того как я все сделаю и запущу уже тогда будем смотреть что да как потому что пока на данный момент я ничего не выявил возможно на этом и все так вот ребята после того как я все восстановил для того чтобы можно было включить я включил и получил КЗ как и говорили КЗ и выбивает автомат опять проверял диоды ничего опять нормальные диоды значит что я сделал я соединил выход из диодов КЗ есть я соединил с перворазъема отсюда КЗ есть я соединил выходные части диодов КЗ есть выявил что не КЗ а 400 с чем-то милливольт идет показывает по средней фазе то есть нагрузка идет перегруз по средней фазе средняя фаза у нас попадает на диодный мост вот он средний диодный мост стал я его прозванивать то ли не доглядел то ли не допроткнул здесь кембрики одеты то ли не проткнул и мы его нашли ребята мы нашли это КЗ КЗ одного диода который будем заменять диоды если по мощности они все одинаковые поток то в принципе можно менять один остальные элементы все по одному менять нельзя что и следовало было выявить то есть без этой диагностики восстановление всего все равно это все восстанавливать надо рано рано или поздно мы придем к тому лично я приду к тому где залита собака но бывают и подводные камни что много придется отличать отсоединять здесь как-то быстро все это нашлось поэтому разборка продувка полностью уже дофектовку я проводил здесь при вас не за два часа но часика два с половиной в принципе улаживаемся на такой аппарат с такими неисправностями замена конденсатора пропайка часика два с половиной по два с половиной три можно вложиться можно бывает быстрее только я уже постарел по сравнению если раньше я делал пять аппаратов в день сейчас я уже два потолок сделаю постарел старость не радостно как вы хотели но но если сделал то сделал на этом ребята ролик можно заканчивать с этим монстром потому что дефектовка проведена неисправность выявлена все восстановлено замена и выдача проверка и выдача потом оно и идет как ну а тем людям которые не понимающие лезть не рекомендую почему этот аппарат уже переделывали здесь стояло еще два реле но их выкусили знаете выкусили я знаю что эти аппараты человек обслуживал краснодаре меня он еще не знал что я обслуживаю и не надо ездить в краснодар ну вот ездил в краснодар да дорого да что-то делают да там поперемычек снизу понаставляли много чего выбрали ну он работал по крайней мере он работал и поэтому в таком виде я его и восстанавливаю потому что он работал и все сделано четко ничего не скажу убрали два лишних реле то есть если из КЗ дальше эти реле будут сгорать так 4 сгорит так сгорит 2 вот поэтому как-то так возможно на второй модуль на второй модуль шли два реле еще дополнительные отдельно ну тут два питают они 30 ампер питают тоже проблема не в них как бы то что меньше они послужат меньше но это на 5 лет это это немало при таких работах как он работает ну а я с вами прощаюсь кому понравилось ставьте лайки кому не понравилось спрашивайте